10 лет с КПРФ. В этом году свой партийный юбилей отмечает депутат Совета Омского района Татьяна Лукина. Коммунисткой она стала в 2008 году. С тех пор дважды избиралась с депутатом. За 10 лет удалось решить множество проблем жителей района. О том, почему она пришла в КПРФ и что дала ей партия, расскажем в нашем журналистском очерке. Татьяна Лукина живет в поселке Пушкино, имеет большое подсобное хозяйство, а потому не понаслышке знает о заботах сельчанина. Сейчас деревни практически предоставлены сами себе. О них редко вспоминают руководители регионов. Только КПРФ регулярно напоминает о том, что в село должна вернуться былая активность. За 10 лет проведенной в партии Татьяна Лукина ни разу не разочаровалась в идеалах коммунизма. Более того, партия для нее стала настоящей школой жизни. Что дает партия? Именно основу. А дальше уже на этой основе у нас приумножается наша практика, наш опыт. То есть мы по-другому видим все происходящее. То есть если есть эта основа, то ты смотришь на любые ситуации уже иначе. И что мне это дало? Я могу прямо говорить о своем мнении. Это очень важно. Совсем недавно мы показывали открытие дороги в деревне 18-й портсъезд. Татьяна Сергеевна активно участвовала в том, чтобы дорога жизни наконец-то появилась в поселении. Постоянные письма и обращения в различные инстанции. Годы борьбы, но в итоге все получилось. С 15-го года федерация выделила деньги. И вот с 15-го года мы надеялись ее построить. 15-й и 16-й год деньги были выделены поздно. Мы ушли под октябрь, под зиму. В 17-м году был построен первый этап дороги. И вот в 18-м закончен. 10 лет мы поставили перед собой эту цель. Стали идти. Но последние 5 лет активно работали. В прошлом году наш телеканал регулярно освещал проблему в Андреевском сельском поселении. Неподалеку планировалось строительство мусорного полигона. Жители были против. Татьяна Лукина поддержала протест и до последнего отстаивала мнение местных жителей на всевозможных собраниях и совещаниях. В итоге, благодаря активному противостоянию власти, удалось отложить строительство полигона. Продолжает Татьяна Лукина держать на контроле этот вопрос и по сей день. А одним из главных достижений можно считать возвращение жителям Омского района льготных тарифов на услуги ЖКХ. В 2015 году депутаты совета незаконно согласовали указ губернатора о переходе с льготных тарифов на экономически обоснованные. Из-за этого жители районов в течение полутора лет оплачивали коммуналку по завышенной стоимости. В разных поселках из-за указа губернатора плата на нее выросла от 60 до 90%. Татьяна Лукина первая забила тревогу и благодаря поддержке КПРФ через суд добилась возвращения прежних тарифов. Я считаю, что в наше время большие требования к коммунисту именно с точки зрения знаний. Знаний в разных аспектах нашей жизни. И в социологии, и в экономике, и в той же психологии. То есть мы обязаны прежде всего перед собой развиваться и развиваться. А еще пять лет подряд Татьяна Лукина организовывает фестиваль «Ликующая муза» в деревне Подгородка. Это праздник поэзии. Прочитать стихи или исполнить песню приезжает с разных концов района и города. Но главной целью фестиваля все же является привлечение внимания общественности к дендропарку, находящемуся в деревне. У этого парка был снят статус регионального значения и по сути он оказался брошен. Татьяна Лукина участник многих акций протеста. Она неоднократно выступала перед участниками митинга, а в этом году благодаря своей активности и целеустремленности была выбрана секретарем местного отделения Омского района. Десять лет борьбы за справедливость и отстаивание прав жителей. За это время Татьяна Лукина сделала немало, но впереди работы еще больше.